МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. Чуваши отмечают день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты начались сегодня с митинга и возложения цветов к памятнику патриарха чувашского народа у Национальной библиотеки. Подобно Михаилу Ломоносову, молодой Яковлев самостоятельно отправился в жизненный путь, посвятив все время созданию фундаментальной основы для развития культуры и сохранения духовности своего народа. Будучи студентом Казанского университета, Иван Яковлев воплотил в жизнь слова древнего философа Пифагора, который говорил, что для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. Труды Ивана Яковлевича сохранены для потомков и известны повсеместно. Это и создание чувашского алфавита, и сорокалетний труд по переводу Библии на родной язык, и открытие церковно-приходских школ и первого в Чебоксарах университета. Ярчайшее творение Ивана Яковлева – завещание чувашскому народу, в котором говорилось о необходимости сохранить свой язык, как основу самоидентичности этноса. На сегодня все условия для развития, создания чувашского языка есть. Вот о чем мечтал Яковлев. Только если мы будем с себя начнем и детей с самого раннего возраста, с рождения начинаем любовь к чувашскому языку, и гордость, привязать чувство гордости, что ты великий сын, скажем так, великого чувашского народа, вот тогда будет развиваться ребенок, гражданин, настоящий гражданин своей малой чувашской родины и, естественно, нашей великой дружной России. Сегодня в сквере у Национальной библиотеки собрались деятели культуры и искусств, образований, науки города, почтить память просветителя чувашского народа в день его 167-летия. Соржественный митинг прошел в атмосфере праздника и чувства гордости за своего великого просветителя. Он прожил большую жизнь, великую жизнь, и прах его покоится в Москве на Баганьковском кладбище. Каждый год чуваши, проживающие в Москве, а это генералы, академики, ученые, рабочие, собираются на могиле Ивана Яковлевича Яковлева и признаются в любви к этому великому человеку. Иван Яковлев оставил великое наследие своему народу. Память о патриархе хранится не только в скульптуре. На именованиях улиц, домов. Просветительское дело Яковлева продолжается и поныне. Полностью на Чувашске переведена Библия. В школах и детских садах преподается родной язык. Работают национальные радиостанции и телеканалы. Дело Ивана Яковлева будет жить и дальше в современной истории Чувашия. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня в Чебоксарах появилось еще одно общественное движение. Комитет за честные выборы. В его составе члены общественной палаты, ветеранских объединений, Совета женщин республики и журналисты. Таким образом, организаторы хотят призвать политические силы к честной избирательной кампании, которая пройдет в республике в этом году. Как известно, 13 сентября в Чувашии, как и по всей России, состоится единый день голосования. Сейчас в республике появилось множество печатных и интернет-изданий, в которых публикуется некорректная, а порой и ложная информация о возможных кандидатах. Собравшиеся решили мониторить и социальные сети. От лица молодежи готовы и заниматься в социальных сетях, и мониторингами, и донесением всей данной информации до нашего комитета. Среди собравшихся были и те, кто не раз участвовал в выборах различных уровней, избирался главами местного самоуправления и депутатами. И не раз сталкивался с нечестной агитацией и провокациями. Игорь Кашаев, председатель Союза ветеранов Афганистана, считает, что тот поток информации, который сейчас вываливается на будущих избирателей, мешает им сделать выбор. Уже сколько газет раскидывают по почтовым ящикам, я даже свою почту не вижу. Подсовывают какие-то газеты, непонятно про что даже читаешь, про какую страну пишут, имеется в виду регион, про какой. То есть неизвестны какие-то вещи, люди читают все это дело и думают, что действительно так. Чтобы всего этого не происходило, вот мы сегодня собрались для того, чтобы взять какой-то общественный контроль, наверное, можно сказать, чтобы мы тоже как-то участвовали в этом деле, чтобы выборы проходили честно. Инициативная группа решила, что в ближайшее время будет составлено обращение к политическим силам и СМИ с призывом вести честную борьбу и честно освещать выборы. Нашей главной задачей является не поддержка кого-то из кандидатов в руководителя республики или какой-либо партии или общественной организации. Наша задача главная, чтобы все, кто идет на выборы, ввел честную, открытую борьбу. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашии встретился с руководителем Национального фонда поддержки здоровья женщин Оксаной Молдавановой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы профилактики онкологии молочной железы и способы выявления недуга на ранней стадии. Проблема рака молочной железы в нашей стране, как и во всем мире, стоит достаточно остро. Среди причин влияния генетики воздействия окружающей среды, малоактивный образ жизни, неправильное питание. Между тем, диагностирование заболевания на ранней стадии способно сократить дальнейшее лечение на 30%. Поэтому Национальный фонд поддержки здоровья женщины, в лице руководителя Оксаны Молдавановой, так ратует за тесное государственно-частное партнерство. Сегодня необходима не только поддержка имеющихся онкологических центров, но и создание мобильных маммографических кабинетов. Речь шла об увеличении штата онкопсихологов. Именно они призваны объяснить, что рак далеко не всегда является приговором, отметила Оксана Молдаванова. Михаил Игнатьев рассказал о поддержке на государственном уровне инноваций в области медицины и проводимой в Чувашии работе по пропаганде здорового образа жизни. По словам главы республики, правительство, Министерство здравоохранения и онкологический диспансер полностью готовы к сотрудничеству. Глава Чувашии также предложил создать фонд и попечительский совет реализуемой программы профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. Предполагается, что работа начнется с межрегионального форума профильных специалистов в Чебоксарах в июне этого года. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. Кстати, в субботу в медицинских учреждениях столицы республики состоится День открытых дверей. Жители и гости Чебоксар смогут узнать состояние своего здоровья и получить ответы на интересующие их вопросы. Три медицинские организации распахнут свои двери для всех желающих. День открытых дверей в онкологическом диспансере будет посвящен гинекологическим проблемам. Жительницы Чебоксар смогут получить бесплатную консультацию врача и пройти медицинское обследование. В городской детской больнице номер один посетителей ждут консультации аллергологов, иммунологов и педиатров. Там же можно будет узнать о вакцинопрофилактике. Диагностику психоэмоционального состояния можно получить в психотерапевтическом центре Республиканской психиатрической больницы. Дни открытых дверей проводятся регулярно каждую субботу в различных медицинских учреждениях Чебоксар. Как отмечают в Минздраве, такие мероприятия повышают качество и доступность медицинской помощи. Чувашия готовится ко Дню Победы. Многие горожане уже заметили на улицах Чебоксар символы важной для всей страны даты. Впервые в этом году в России утверждена единая концепция оформления Дня Победы. Это летящий голубь мира и георгиевская ленточка. С конца февраля баннеры с символом Великой Победы размещают во всех общественных местах. По всему городу оформляют тематические билборды. Столичные администрации не забыли и об общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус и маршрутка получили своего голубя мира. И это лишь часть работы по оформлению Чебоксар. Планируется торжественное оформление улиц. Московский проспект, улица Калинина, улица Карла Марса и проспект Ленина. Конечно же Красная площадь, конечно же Парк Победы. При наружном оформлении улиц города будут использованы фотографии ветеранов, наших чебоксарцев. В планах столичной мэрии трансляция поздравлений на видеоэкранах Чебоксар и установка отдельных тематических композиций. Работу планируют завершить к концу следующей недели. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Сегодня сотрудники ГИБДД Чувашии проведут рейд на железнодорожных переездах. Цель профилактического мероприятия – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. В Республике 107 железнодорожных переездов. 54 из них регулируемые, а 4 оборудованы шлагбаумами. Через 21 железнодорожный переезд проходят регулярные автобусные маршруты. За три месяца в Чебоксарах зарегистрировано два ДТП на переездах. Пострадал один человек. В ГИБДД напоминают, что за нарушение правил переезда предусмотрено серьезное наказание – штраф до 1000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав сроком на один год. Вчера в одном из частных домов Канаша произошел пожар. Погибли три человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Уже известно, что при пожаре в доме находились двое мужчин и одна женщина. Суд медэкспертизы устанавливает причины смерти. Предварительные причины – отравление угарным газом, убийство или состояние алкогольного опьянения. В данный момент по фотороботам устанавливаются личности предполагаемых лиц, причастных к совершению преступления. Сотрудники Следственного комитета по Чувашии проводят доследственную проверку, чтобы определить все обстоятельства произошедшего. Школьники Чувашии показали свою готовность к труду и обороне. Около полутора тысяч ребят приняли участие в республиканском фестивале ГТО. Пока это первые официальные старты с занесением результатов в электронную базу портала управления спортивной отраслью. Но далеко не последние. Подробнее в следующем сюжете. Фестиваль ГТО приняли пять муниципалитетов республики – Комсомольские, Чебоксарские районы и города Канашного, Чебоксарск и Чебоксары. Массовое внедрение комплекса в Чувашии началось со школьников. Именно им предстояло испытать себя в четырех обязательных нормативах – продемонстрировать растяжку, скорость, силу рук и умение плавать. Ну то, что вводит комплекс ГТО – это правильно. Чтобы было больше спортивной молодежи. А то все курят, пьют. Данные нормативы должны выполнять каждый. Очень легкие. Ну очень легко выполнять все. Для меня ГТО – это такое испытание, которое… Хорошо, что его обратно ввели, потому что есть шанс, ну, показать себя, попросить себя в чем-то новом. Это не только, например, тот определенный вид спорта, которым ты занимаешься, например, я занимаюсь конькобежным. Но еще я люблю тоже бег, легкую атлетику, поэтому для меня есть хорошая такая возможность поучаствовать в чем-то, показать себя. Много сейчас становятся те, кто приобучает себя к спорту. То есть вот даже родители отводят своих маленьких детей, чтобы тоже сдать, потому что это очень хорошо. Это спортивное тело, спортивный дух и здоровье на долгие годы. Пока сдать нормы ГТО может лишь определенное количество желающих, так как в республике всего четыре центра тестирования. Но в будущем планируется создать пункты сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» во всех муниципалитетах Чувашии, оснастив их всем необходимым оборудованием. Кроме учащихся, мы планируем с этого года привлекать уже работников государственных учреждений и государственных служащих. Таким образом, в 2015-2016 год у нас вся учащаяся молодежь должна будет пройти тестовые испытания, а с 2017 года мы уже будем привлекать к сдаче ГТО все население нашей республики. Конечно же, для каждого возраста свои нормативы. Бояться их не стоит. Как отметили участники фестиваля, при регулярных занятиях физической культурой больших сложностей выполнение комплекса не вызовет. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова